Добрый вечер! В прямом эфире Мира Белогория программа «Знающие люди». Это интерактивный проект, который создан не только для вас, но и вместе с вами. Вы всегда можете стать нашими соавторами. Для этого заходите на сайт мирбелогория.ру, в наши группы ВКонтакте и Фейсбуке. Оставляйте свои вопросы и предложения. Ну и, конечно же, звоните в эфир. Телефон студии 584410. А сегодня гость нашей студии, заместитель начальника Департамента внутренней и кадровой политики области, начальник управления молодежной политики Андрей Чесноков. Здравствуйте, Андрей Валерьевич. Здравствуйте, Наталья. По традиции, наш сюжет... Молодым везде у нас дорога. Какие перспективы открыты перед молодыми, талантливыми, инициативными белгородцами? Какие интересные и полезные акции и мероприятия стали уже традицией, а что еще только в планах? А с каким мифом о современной молодежи вы согласны? Об этом мы спросили посетителей сайта мирбелогория.ру. Четверть респондентов считает, что молодежь как молодежь, а все мифы от зависти. Чуть меньше, согласно суждениям, многое амбиции, мало трудолюбие. По 23% голосов распределились между ответами «просто они, мы, другие». И молодежь разучилась общаться вживую. Все в интернете. 5% считают, что молодежь хочет только развлечений. Спросите о том, что волнует вас в прямом эфире. Тема программы сегодня – особенности молодежной политики региона. Андрей Валерьевич, ну вот так ответили наши зрители. Какой вариант выбрали бы вы? Что вы считаете мифом, а что нет? Что правда, на ваш взгляд? Вообще очень интересно распределились варианты ответа. Я бы, наверное, остановился на варианте первом. Молодежь как молодежь. Но вот вторую часть этого варианта я бы отсек все мифы от зависти. Действительно, видимо, участвовали в опросе респонденты различного возраста. И поэтому вот этот извечный спор отцов и детей, он, безусловно, имеет место быть здесь. Поэтому я думаю, что все варианты, они приемлемы наверняка. И это точка зрения различного по возрастному, скажем так, масштабу людей. Да, поэтому здесь, безусловно, в этом направлении имеет место быть каждый вариант. И сегодня для некоторых, наверное, молодежная политика в целом, она вот что-то такое загадочное. Кроме как для самой молодежи. Они-то понимают, что они хотят сегодня. Ну, попытаемся сегодня разгадать эту загадку, я думаю, в течение нашего эфира. Я напоминаю нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте свои вопросы. Начнем с вопроса с сайта мирбелогория.ру. На чем вообще основывается молодежная политика области? Есть ли какая-то конкретная цель, миссия и концепция? Или управление работает по принципу больше мероприятий, хороших и разных? Ну, говоря о в целом молодежной политике и, безусловно, реализации ее на территории Белгородской области, нельзя не сказать о том, что сегодня на уровне Российской Федерации приняты основы государственной молодежной политики. Это произошло не так давно, буквально год назад. Правительством Российской Федерации они были утверждены. Сегодня 15 есть направлений различные, в том числе есть те, которые уже давно развиваются и культивируются на территории Белгородской области. Есть и те направления, которым до этого, может быть, уделялось меньшее внимание. Но мы, со своей стороны, будем особенности, которые уже традиционно сложились в регионе. Это крепкая и основная работа по патриотическому воспитанию. Это развитие волонтерского движения, укрепление любви к своей малой родине. Для нас это сегодня, безусловно, приоритеты. И на эти направления мы будем обращать особое внимание. То есть все-таки цель, миссия, концепция, они существуют? Безусловно. Спасибо большое. Напоминаю, что телефон студии 584410. Звоните, задавайте свои вопросы. У нас есть первый звонок. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А у меня такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, планируется ли в области на новогодних каникулах какие-нибудь интересные, масштабные мероприятия для молодежи? Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Безусловно, планируются мероприятия, и мы здесь работаем в межведомственном взаимодействии с органами образования, культуры, спорта. И каждое ведомство готовит свои планы работ. Но всех молодых белгородцев мне бы хотелось пригласить в эти зимние каникулы на наш любимый традиционный фестиваль народности и исторических реконструкций «Малания». В этом году мы его сделаем впервые зимой. Это будет «Малания зимняя». Место встречи тоже Прохоровский район, ключи. Мы будем всех ждать и новые зимние забавы, новые обряды, обычаи, традиции Белгородского региона, всех муниципальных образований, они будут представлены на этом фестивале. Поэтому ждем всех. Когда именно он будет проходить? Ближе к концу новогодних каникул. Мы пока планируем на 9 декабря. Но 9 января, прошу прощения, следите, пожалуйста, за сайтом молочины.рф, за нашим сайтом, за группой ВКонтакте. Все анонсы там будут представлены обязательно. То есть оттуда точную дату можно будет узнать. Спасибо большое. Напоминаю, телефон студии 584410. Звоните, задавайте свои вопросы. Вопрос сайта, прошу прощения, вопрос нашей группы ВКонтакте. Одним из самых перспективных направлений развития профкачества молодежи является движение студотрядов. И главное направление строительное. Студенческие стройотряды могут дать любому студенту любой профессии, рабочие навыки и удостоверение рабочих специальностей. Так почему такое явление, такое явное направление не развивается? В чем проблема развития стройотрядов? Что касается студенческих трудовых отрядов, здесь есть несколько направлений, в том числе и строительные. Безусловно, я согласен с тем, что до буквально последнего года мы мало внимания уделяли данному направлению. Это было связано с различными причинами, в том числе и с тем, что было очень мало тех объектов, на которых могли бы поработать именно строительные отряды. Но вот с этого года мы преобразовали деятельность штаба студенческих трудовых отрядов. На сегодняшний день мы упростили структуру взаимодействия внутри. И полностью сегодня осуществляем взаимодействие с организацией, которая входит во всероссийский реестр. Это российские студенческие отряды по набору, в том числе и по направлению строительных отрядов. Но мы должны понимать, что сегодня мы строим именно профессиональное сообщество. Нам сегодня важно, чтобы этот студенческий отряд стал сегодня школой, такой трудовой школой, чтобы ребята получили основные навыки. И сегодня, безусловно, очень многое зависит от того, как их организовать к этой работе и как им предоставить ту работу, где они могли бы быть полезны. И для себя мы ставим приоритетом, чтобы те объекты, на которых смогли бы трудиться ребята, они, безусловно, были на территории Белгородской области, и ребята могли приносить пользу именно нашему региону. Активно сегодня работаем мы с департаментом строительства в этом отношении. Мы прекрасно понимаем, что бюджетные процессы сегодня и контрактная система, она не позволяет выставиться на торги и участвовать в качестве подрядчиков или субподрядчиков именно вот такому студенческому объединению. Поэтому будем сегодня искать варианты совместно, может быть, где-то на объектах, которые строятся за счет внебюджетных источников, привлекать вот такие профессиональные сообщества и, естественно, уделять больше внимания. Насколько я знаю, студенческие отряды, это ведь не только строительные, да, имеют направление? Вот какие еще у нас направления в области именно студенческих отрядов? Безусловно. Это на сегодняшний день и педагогические отряды, это волонтерские отряды, это отряды по благоустройству территорий, это отряды проводников на поездах дальнего следования. Во всех этих направлениях сегодня есть определенные традиции, уже сложившиеся, и ребята с удовольствием приходят, записываются. И вот говоря о самом построении трудового семестра, мне вот хотелось бы самых активных ребят, нашу активную молодежь призвать к тому, чтобы они уже сегодня побеспокоились о том, где они будут проводить лето, потому что поиск объемов и подбор этих объемов, да, на любое из этих направлений требует сегодня огромной работы вместе с работодателем. Он должен заложить денежные средства на оплату труда. Каким образом они должны побеспокоиться, что они должны сделать сейчас инструкцию? Штаб студенческих трудовых отрядов у нас в Центре молодежных инициатив. Пожалуйста, обращайтесь через приемную по нашему телефону 58-99-04. Мы с удовольствием каждого запишем студенческие трудовые отряды. Ну а если нет возможности дозвониться нам, то сегодня мы сформировали в каждом муниципальном образовании штаб студенческих трудовых отрядов. Также штабы сформированы в каждой образовательной организации высшего образования. Спасибо большое. Напоминаю, телефон студии 58-44-10. Звоните, задавайте вопросы. У нас очередной звонок. Алло. Добрый вечер, Андрей Валерьевич. Добрый вечер. Вы часто бываете на Белоболт-Мехе. Вы КВН, наверное, любите? А как вы оцениваете уровень Белгородского КВН? Может, даже болеете за кого-то? Расскажите. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Да, действительно, я являюсь поклонником замечательной игры. В прошлом студенческие годы сам являлся одним из участников команды КВН. Поэтому для меня сам процесс как подготовки к игре, так и самой игры, безусловно, вызывает очень трепетные чувства. Что касается уровня наших сегодня команд, безусловно, он растет. Он растет с каждым годом. И если вы помните, раньше была городская лига города Белгорода, потом это была областная лига. Потихонечку формировалась вот такая КВНовская своя тусовка интересная, которая привлекает сегодня молодежь в том числе. И вот самый явный такой плод этой всей КВНовской тусовки, это наши ребята, которые второй год подряд попадают в финал высшей лиги КВН, детективное агентство «Лунный свет». Безусловно, мы за них очень рады, мы гордимся их успехами. Но и мы уже понимаем, что вот тот уровень, которого они сегодня достигли, он обязан подпитываться. И сегодня Белгород становится КВНовской столицей всего нашего центрального Черноземья. И уже то, что к нам переехала сюда огромная и очень серьезная лига, слобожанская лига, это сегодня огромный-огромный плюс. Но те команды, которые играют сегодня в «Белый облсмех» в нашей областной лиге, они заметно подросли буквально за последние 2-3 года. Это, безусловно, благодаря, прежде всего, желанию ребят быть в этой игре, быть в этом процессе. Прежде всего, желание и возможности предоставления площадки, которая является сегодня Центром молодежных инициатив. Ну и огромный-огромный труд всех тех, кто готовит областную лигу, в том числе и помогает в проведении слобожанской лиги. Это огромный редакторский состав, профессиональная команда, которые сегодня действительно знают свое дело. Они опытные ребята, сами не раз были участниками и международных фестивалей КВН в городе Сочи, играли в Центральных лигах. И на самом деле вот этот опыт, он сегодня передается молодому поколению. Ну а что сказать о любимчиках? Да, есть у вас любимая команда. Для меня все любимые, но в каждом сезоне есть такие замечательные яркие звездочки. Наверное, вот если дорогие наши телезрители ходили на ближайшие игры «Белый был смех», конечно, никого в этом сезоне не оставляет равнодушными. Школьная команда КВН, которая участвует в студенческой взрослой лиге, команда КВН «Кипяток». Интересные ребята, отличные шутки, самое главное, качественный юмор без всякой пошлости. Я к этому добавлю, что практически все игры КВН, которые проходят в Центре молодежных инициатив, снимают наши ребята из молодежной студии «Мир Белогорья Лайв». Поэтому вы всегда можете увидеть эти интересные репортажи на нашем сайте и на нашем канале на YouTube. Пользуясь случаем, мне хотелось бы надеяться, что будет традиционный, скажем так, подарок от «Мира Белогорья» финалистам, и мы с удовольствием, скажем так, вот те тесные отношения, которые у нас сегодня есть, будем поддерживать с телерадиокомпанией «Мир Белогорья». Спасибо. Напоминаю, телефон студии 584410, звоните, задавайте вопросы. Очередной вопрос из нашей группы ВКонтакте. Я студент Яковлевского политехнического техникума. В этом году для нас были организованы военно-патриотические сборы. Скажите, планируется ли на будущий год подобное мероприятие? Да, да. Мы запланировали на следующий год программу военно-патриотических сборов для студентов второго года обучения профессиональных образовательных организаций. В этом году для нас это был первый опыт. Данные сборы проходили на пяти площадках на территории области. Приняли участие все профессиональные образовательные организации региона. Порядка двух с половиной тысяч человек было охвачено. Это в основном юноши. Возраст различный от 17 до 22 лет. Особенность этого года мы оставили две площадки. То есть мы подошли более качественно к самому процессу. Мы скорректировали немножечко программу этих сборов. И постарались, чтобы вот в эти пять дней ребята смогли получить максимум практических навыков. Если в этом году мы останавливались также и на общевойсковых уставах, и на теории, то в году следующем мы будем больше внимания уделять практике, чтобы ребята смогли сами почувствовать, попробовать, что это такое служба в армии. Ну и какой-то определенный небольшой навык для себя приобрести. Спасибо большое. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте вопрос. У нас очередной звонок. Алло. Алло. Да, здравствуйте. 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 А вот меня интересует такой вопрос. Каких идей вы ждете от молодежи? На что должен быть направлен проект, чтобы получить поддержку? Спасибо. Спасибо. Скажу, наверное, так. Проекты сегодня, которые идут от молодежи, они совершенно разные. И мы здесь ни в коем случае не ограничиваем молодежь в ее творческом, интеллектуальном полете. А приоритеты наверняка какие-то есть? Ну, безусловно. Это вот, скажем так, все то, что сегодня изложено в основу государственной молодежной политики. Конечно, вот на что делает упор молодежь сегодня, да, безусловно, это волонтерские проекты. То есть молодежь сегодня говорит о том, что она желает быть полезной, полезной ближнему, полезной не только, скажем так, в помощи по благоустройству какой-либо территории или помощи, например, ветеранам, но в том числе и детям с ограниченными физическими возможностями. То есть они сегодня неравнодушны. И очень много проектов в этом направлении, в том числе были поданы на соискание стипендий губернатора Белгородской области. Проекты есть совершенно различные. От проведения школ актива силами молодежи. То есть они сегодня сами формируют эту повестку, которая должна быть вот в этих школах актива. То есть они сегодня пытаются нам объяснить, что же сегодня им необходимо для их дальнейшего развития. И это, я считаю, правильно. Это формирует вот ту методическую базу, когда мы можем держать, скажем так, руку на пульсе и реагировать на любые изменения в молодежной политике. Поэтому, что ребятам сегодня интересно, безусловно, мы берем из этого рациональное зерно и уже вместе с ними в общем процессе стараемся довести это до, скажем так, интересного, замечательного проекта. И мне хотелось бы отметить, что очень много проектов не только из города Белгорода, но и из районов области. Поэтому ребята в этом отношении очень активны. Тому доказательство форумная кампания, которая в этом году с таким большим успехом прошла, и наши белгородцы там тоже засветились, скажем так. Ну вот, кстати, о форумах. У нас есть вопрос на сайте мирбелогория.ру. Летом проходило много всероссийских молодежных форумов, а белгородцы тоже принимали в них участие. Как вы оцениваете результаты этих форумов? Какие белгородские проекты получили реальный старт благодаря им? Ну, скажу так, оцениваем мы результат удовлетворительно на сегодняшний день. Почему? Потому что, конечно, подводя итог форумной кампании, мы понимаем, что где-то мы смогли с ребятами бы сработать еще лучше. Но это задача для следующего года, скажем так. Но в целом мы очень успешно прошли форумную кампанию. Всего молодыми белгородцами на двух основных федеральных площадках, это форум Таврида и форум Территория смыслов на Клязьме, было заработано в качестве грантовой поддержки около миллиона трехсот тысяч рублей. Это довольно-таки ощутимо, если мы говорим о том, что поддержка на проекты всего выделялась порядка 11 миллионов. То есть 10% ушли в Белгородскую область. Очень у нас на сегодняшний день сильными ребята оказались из молодежных медиа, в том числе и ваши коллеги с Мира Белогория, которые всех удивили на форуме Таврида. И, безусловно, для нас это на сегодняшний день гордость и большой успех. Проекты очень интересные, различные. Тематику смен можно посмотреть, сайты до сих пор активны. Например, были такие, как литературный слэм. Его подавал Александр Савицких с тем, чтобы в Севастополе его провести, но он уже с успехом идет по нашим районам, по муниципальным образованиям области. Это здорово. На сегодняшний день мы видим, что этот проект живой, он востребован, самое главное. Реализован на практике. Еще один вопрос, то, чего вы коснулись, на сайте мирбелогория.ру. На этой неделе в новостях показывали вручение премии губернатора и нашу студентку, которая победила на конкурсе «Студент года». Молодцы ребята могут быть примером для всех. Как вы считаете, благодаря чему они достигли этих успехов? Ну, со своей стороны, хотелось бы еще раз поздравить Анну с таким замечательным успехом. Она действительно молодец. И вот тот репортаж, который мирбелогория сделал об Ане, он действительно показывает, насколько девушка, помимо своей учебы, она активна. У нее есть определенные спортивные успехи. Она в том числе успевает в свое свободное время работать тренером, преподавателем для подрастающего поколения. Это действительно человек, который неравнодушен. И вот, наверное, для того, чтобы добиваться каких-то успехов, помимо успехов в образовательной сфере, наверное, все-таки нужно быть прежде всего неравнодушным к тому, что происходит вокруг тебя, к тем процессам. Будь то экономическим процессам, будь то, возможно, в чем-то политическим процессам. Да просто нужно быть полезным обществу. Вот мы сегодня очень много говорим и делаем для того, чтобы создать солидарное общество на Белгородчине. Вот сегодня будущее за молодыми людьми, которые понимают вот эту задачу и имеют возможность свой потенциал направить на то, чтобы строить это солидарное общество и самое главное потом жить в нем. Спасибо большое. Немножко ложки дегтя в бочку мёда. Вопрос сайта мирбелогория.ру. Скажите, когда закончится заигрывание с молодыми карьеристами, которые у нас называют молодежным правительством? Насколько мне известно, никаких реальных дел эти люди не делают, разве что тешат свое самолюбие этими должностями и мечтая о чиновящей карьере. Согласны вы с нашим телезрителем или нет? Ну, я вот таким образом прокомментирую. Дело в том, что вот этот состав молодежного правительства – это своего рода эксперимент. То есть до этого все составы молодежного правительства, они отличались тем, что ребята были максимально медийными, максимально открытыми, максимально говорили о себе, может быть, даже больше говорили, нежели что-то делали. Отбор в это молодежное правительство, в этот состав, он был очень скрупулезным и очень строгим. Ребята должны были представить свои проекты. Проекты, причем которые они смогут реализовать. И для реализации этих проектов им необходимо было пройти стажировку в органах государственной власти. На каждого члена молодежного правительства совместно с нами была составлена индивидуальная карта прохождения данной стажировки. Ребята уже две стажировки прошли. Скажу, прошли с интересом, не без проблем, безусловно, потому что мы прекрасно понимаем, что есть определенные особенности в той или иной сфере деятельности. Ну и, как, наверное, и во многих сферах тоже сталкивались с тем, что не понимали, зачем им вот сегодня вот эти стажеры, вот эти ребята. Но мы сумели это преодолеть. И самое главное для нас сегодня оценка деятельности молодежного правительства – это реализованные ими же проекты. Пока мы сейчас на уровне 50% из того, что было заявлено ребятами. Но срок полномочий заканчивается в мае, и многие из проектов уже в завершающей стадии. Поэтому я думаю, что этот процент обязательно подтянется ближе к 90%. Конечно, 100% охватить не получится в силу различного рода причин. Но то, что мы за этими проектами будем в дальнейшем следить и сопровождать их – это точно. Ну что же, будем ждать реальных проектов. Андрей Валерьевич, я вас благодарю за то, что вы сегодня к нам пришли. К сожалению, время подошло к концу нашего эфира. Я также благодарю наших телезрителей за то, что вы были с нами. И напоминаю, что каждую пятницу в прямом эфире «Мира Белогория» программа «Знающие люди». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова